С праздником Пресвятой Троицы! Дорогие православные, верующие, крещенные, во Святую Троицу, люди Божии! Сегодняшний день объединяет всех тех, кто не только крещен, но и верует во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Этими словами начинается проповедь священника, этими словами завершается молитва Господня, которое Он оставил для всех последователей Своих. Отче наш завершается молитва словами, «Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, всегда и во веки веков». Если мы с вами сегодня особенно обратим свои взоры к иконе Андрея Рублева, Святой Троицы, то мы должны увидеть в этом образе не просто три сидящих ангела, в середине Христос. С левой стороны Бог Отец, и с правой стороны изображается Дух Святой. Они даже расположены таким образом, что из себя внутри создают Святую Чашу. Икона Святой Троицы – это икона предвечного совета Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго о сотворении мира и о Его искуплении через жертву Господа нашего Иисуса Христа. Икона Святой Троицы еще называется иконой Евхаристии, потому что изображенная чаша в середине этого образа напоминает о том, что и в жизни каждого христианина эта Чаша Христова, Святое Причащение, должно занимать центральное место в жизни. И сегодня я особо хочу поздравить причастившихся святых, бессмертных, животворящих Христовых Таинств. В Чаше Христос. И если мы хотим жить со Христом, мы должны чаще прибегать к этому божественному, сверхъестественному Таинству, внутри которого Сам Спаситель мира, Который пришел в этот мир, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. Вчера ко мне подошла одна наша прихожанка и усердно попросила о сугубых молитвах о Тимофее Воине, танкисте. Он две недели назад пропал. Жена не находила себе места. Она уже не знает, где, ни без вести, ни среди погибших. Вот нет весточки, и все. И вот вчера вечером, уже после службы, она подошла и говорит, батюшка, вот только что сообщили, нашелся, живой. Разве это не чудо, Пресвятой Троице, в день такого великого события, которое мы с вами сегодня празднуем. Поэтому, дорогие, все, что не делаете, творите во славу Божию. А Сам Христос сказал, Я открыл им имя Твое, А имя Бога в трех лицах, единого и нераздельного, Бога Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную прославляют все православные христиане. И в завершение мне хотелось бы дать вам три совета. Первый. Когда нам тяжело, мы должны вспомнить о своем уповании. А в чем оно? Упование наше в Отце. И если нам тяжело и трудно, мы должны обязательно приходить ко Христу, к Святой Чаше, прибегать, то есть прибежищем иметь своего Сына Божия и под покров Духа Святаго. Уходя из храма, оставаясь под этим покровом, никогда не забывать, что благодать Духа Святаго вся немощная врачующая и вся оскудевающая восполняющая всегда пребывает с верующими православными христианами. Вот почему Церковь так коротко выразила эти три в одном – и в уповании, и в прибежище. И в покрове Бога над каждым из нас. Упование мой, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Посмотрите, какой дождь сегодня был у нас. А помолились, вот он и прошел. А когда произносили, я обратил внимание, вот особенно на начало службы, благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа в начале литургии, если кто-то слушал, гром прогремел прям, как Троица прям, небо отозвалось. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа и гром. А потом возраст, даже вот если кто прислушивался, молился так со вниманием, тоже, яко Твое и Царство, и Сила, и Слава, Отца и Сына, пять гром. Вот на этих местах прям Господь свою явил особую такую милость, и я считаю, что и дождь нас пробудил, и взбодрил немножко, что не все в Твоих руках, все может и утонуть, затопиться, может не переставая дождь лить, а он перестал. Потому что помолились, Господь окропил и укрепил всех нас. С праздником, дорогие! С Днем Пресвятой Живоначальной Троицы! Аминь!